Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я совсем запуталась и так ошмарилась у меня друг женатый мужчина. Человек женатый. Ни я, ни он не переступал и черту. Хотя, конечно, я видел его неприкрытый мужской интерес. Так и бесила вялая динамика. И вот события в мире всё же не просто начинают справлять ко мне инициативу. В другое время я была бы рада. Я сейчас не могу отделаться от мысли, что он просто понял, что нам всем нечего терять. И моя причина и решил проявить ко мне инициативу. Я его люблю, но такая инициатива меня пугает. Подскажите, пожалуйста, как успокоиться? Я не имею права на панику. Вот, на мой взгляд, здесь очень много вообще всего. Всего намешано, очень много вообще всего здесь у вас присутствует. Мне кажется, что нужно всё-таки как-то по возможности отделить одно от другого и как-то всё-таки разобраться. Во-первых, во-первых, женатый мужчина. То есть вы его любите и говорите, что рады были бы его инициативе, при других обстоятельствах. Вы были бы рады инициативе женатого мужчины. То есть вы почему-то ждёте чего-то от женатого мужчины. Что же вы так себя не любите-то? Вот. Ну, то есть почему? Вот. Уверены ли вы, что любите этого женатого мужчину? Потому что он не свободен. Вашим партнёром полноценным он скорее всего не будет. То есть отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что ваши отношения, ну, они несколько специфичные и странные будут. Вот. Если вы, ну, будете, скажем так, продолжать в таком духе, как сейчас. Вот. Это, пожалуй, первый момент, на который я бы хотел обратить вам ваше внимание. Далее. Вы говорите о том, что, значит, вот, у вас бесиловелая динамика. То есть у вас уже в какой-то степени есть некие вот, скажем так, претензии относительно того, что человек не соответствует вашему ожиданию. Вот. То есть я, опять же, конечно, не знаю, но вы описываете по большому счёту ситуацию, где мужчина, в общем-то, преследует, ну, как бы, только свои цели. То есть вы описывают ситуацию, где человек думает только о себе. Вот. Поэтому я бы здесь поднял вопрос у вашей самооценки, наверное, в первую очередь. То есть как у вас обстоят дела с самооценки, потому что все они свободны с партнёром, а обычно связывает себя человек. Вот. 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 в низкой самооценки. Вот. Вот. это, хоть и неприятно, но будет лучше, если вы с этим столкнетесь и узнаете об этом, вот. Собственно говоря, прямо сейчас. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что он начал к вам проявлять инициативу, ну, вы об этом говорите. Вот. А, и вы говорите, что в другой, вот, ну, в любой, в любой, в другой момент вам бы это понравилось, да, но только вот не в это время. Потому что он понял, что там нечего терять и так далее. Вот. Откуда такие мысли, что нечего, нечего терять и так далее. Вот. Вы ещё написали, что там обличные все и так далее. Вот. Ну, как бы, а если нет? То есть, а если не обречены? Что в таком, эээ, что в таком случае делать? Ну, например, вы будете что в таком, что, что в таком случае делать? Вот. Если не обречены. То есть, тут вот, эээ, на мой взгляд, есть вопросы. Конечно. Потому что, ну, действительно, наверное, совершать какие-то действия из отчаяния решение не лучше, не лучше. Это правда. Но мне кажется, что как-то вы больше боитесь вот этой самой обречённости. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Я, конечно, не знаю наверняка. Может быть, я не прав, но мне кажется, что вас пугает, то есть, вас пугает именно то, что вот есть некая обречённость. То есть, давайте как-то выделим, выделим. Давайте выделим. И что вас, собственно говоря, пугает-то? Вот. Вот. Самый шпал. Не очень богат. Понятно. Ну, не очень богат. Понятно, что именно вас пугает. Вот. На это я бы и хотел бы обратить ваше внимание. И дальше все как-то поработать и определиться. Вот. То есть, вы пишете, как успокоиться, а что вас пугает, и вы пишете, что не имеете права на панику. Почему? Вот. Почему вы не имеете права на панику? Есть ощущение, что более какая-то глобальная история с вами происходит. Но вы как будто бы об этом не говорите. Показывай нам только кусочек. Вот. Нужно всё-таки с вами побеседовать и выяснить в подробностях всё то, что происходит. Ну, а на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.